Пока будущие палаты перинатального центра заполнены преимущественно мужчинами. Идет отделка корпусов. На скорость работы погода, как говорят строители, не влияет. У компании, которая строит перинатальный центр, уже есть опыт возведения медицинских учреждений. Специалисты этой организации построили подобный центр в Краснодаре, а также хирургический корпус в Адлере. Новый сочинский медицинский комплекс будет состоять из семи блоков разной этажности. У нас вот каркасы перегородок стоят, трубы, это вентиляция, отопление, лотки, освещение, провода прокладываются. Много нюансов своих нормативных документаций, своих норм, немного более жестко. Некогда родильный дом располагался на улице Росы. Когда несколько десятилетий назад в Сочи появился роддом новый, это было огромным событием для курорта. Перинатальный центр в нынешнем больничном городке долго называли новым, хотя он построен 42 года назад. По меркам 1974 года здание было вполне просторное, современное. И количество рожденных в Сочи детей к тому году называли рекордом 4500 малышей. Хотя все познается в сравнении. В минувшем году на курорте появилось на свет 7777 младенцев. То, что новый перинатальный центр будет в разы больше, было заметно уже в начале строительства. Долгие годы на этом месте также располагалось медицинское учреждение инфекционная больница. В последние годы работу она обветшала до крайности. Во время подготовки к Олимпиаде наконец построили новую в Дагомысе. Территорию после сноса аварийных строений основательно зачистили. Для оптимального размещения корпусов пришлось выровнять площадку, убрав перепад высоты. И возвести 20-метровую подпорную стену. Впрочем, такие масштабы строительства вызваны не только тем, что детей рождается в Сочи все больше. Колоссальные прорывы в научных знаниях позволяют и практической медицине очень быстро двигаться следом за этими прорывами. В нашем новом перинатальном центре будут все отделения, которые по современным понятиям должны быть. Кроме родового, реанимационного, консультативно-диагностического и других основных отделений, в новом центре появится отдел вспомогательных репродуктивных технологий, где будут, к примеру, проводить ЭКО. Это можно будет назвать настоящим прорывом для сочинской медицины, так как процедура станет гораздо доступнее, чем сейчас. Откроется новый перинатальный центр еще до конца 2016 года. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.